Доброе утро, дорогие друзья! Иван Морозов. Иван Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Итак, форум проводится уже в третий раз. Скажите, что стало предпосылкой для его проведения? Ну, мы тему выбрали не случайно, потому что тема летний отдых, труд и занятость несовершеннолетних. Это тема 2018 года? Это да, тема текущего года. А вот если все-таки к истории-то вернуться, почему возникла эта идея проводить форум? Это на всероссийском уровне проходят такие форумы? Да, у нас инициатором такой идеи выступила Генеральная прокуратура. Непосредственно сама Генеральная прокуратура проводит каждый год форумы. В других регионах проводятся форумы. У нас в округе проводилась два форума. Дважды уже? Да, то есть 2006 год по трудовым. 16-й? 16-й год трудовые права, 17-й год это экологическая безопасность. И 2018 год в этом году мы выбрали именно, то есть проведем форум по теме летний отдых, труд и занятость несовершеннолетних. Так, хорошо. А кто принимает в этом форуме участие? Ну если понятно, что работники прокуратуры, это ясно, а вот кто относится как раз к экспертному сообществу? Ну непосредственно на форум приглашены все органы государственной власти, которые занимаются непосредственно организацией летнего отдыха, труда и занятости. Также контролирующие органы, которые непосредственно надзирают, смотрят за тем, чтобы как можно меньше у нас, скажем так, нарушений было при организации вот этой деятельности. Также мы пригласили представителей общественности и средства массовой информации для освещения, для того, чтобы... Разумеется, получается, если это форум, то каждый, кто пришел и имеет свою точку зрения, можно будет высказаться, да? Конечно, да. Это в форме диалога строится будет, соответственно, каждый, кто будет участником этого форума. Форум мы проводим на площадке департамента образования и молодежной политики. И, соответственно, может высказаться, высказать точку зрения, пообщаться на актуальную тему. Какие вопросы включены в повестку дня уже? Как-то вы что-то запланировали? Я понимаю, что на форуме беседа и ее вектор может поменяться, но вот что-то основное, такая тематика уже, кроме общего, отдых, занятость? Ну, все вопросы, они непосредственно связаны вокруг этой темы. Мы, соответственно, непосредственно сами осветим свою деятельность, проинформируем участников форума о том, что мы делаем в этой сфере. Выступят, соответственно, представители ключевых департаментов. Это департамент образования и молодежной политики, который нам осветит. Это непосредственно тот департамент, который является координатором полностью деятельности. Ну, например, они занимаются детским отдыхом, правильно? Да, они детским отдыхом. Также мы попросили принять участие в форуме департамент труда и занятости, они непосредственно вопрос труда и занятости. Трудоустройство летнего занимается. Да, да, да. И ряд контролирующих органов, это представители Роспотребнадзора и Государственной инспекции труда и иные органы. Ну, вот смотрите, поскольку каникулы завершаются, да, август это последний месяц лета, и скорее всего, что это подведение, своеобразное подведение итогов. Можно уже сказать, как обеспечивалась безопасность детей во время летнего отдыха, труда и занятости несовершеннолетних? Да, можем сказать. И какие-то, может быть, есть как раз факты, которые говорят об обратном, возможно? Ну, из положительных итогов летней кампании, у нас непосредственно в этом году не зарегистрировано ни одного факта массового отравления в организациях. Не было, да. Соответственно, не было чрезвычайных происшествий с лицами, находящимися в организациях, послушающихся летнего отдыха. Да, да, да. То есть это и летние лагеря, и пришкольные лагеря. То есть это, получается, весь круг. И даже лагеря на выезде, там тоже, вот те, которые у нас в других регионах, ребята находились и отдыхали. То есть и там тоже ответственность несет, несет в том числе и департамент местный окружной. Скажите, а что должно быть в итоге форума? Вот в результате что должно получиться? Ну, мы, соответственно, услышим мнение. Возможно, некоторые из них станут материалом для дальнейшей работы. То есть кто-то, может быть, озвучит те проблемы, которые необходимо решать, на которые мы не так пристальное внимание обращали. Соответственно, нам важен взгляд со стороны, в том числе взгляд и общественности. Хорошо, но давайте все-таки вернемся к цифрам и фактам при подведении итогов лета 2018. То есть на отдыхе, вот вы сказали, что отравления не было, это хорошо. А что касается занятости, трудоустройства, были ли там проблемы какие-то отмечены? Ну, в частности, прокурорами, если говорить о статистике прокуроров, у нас отмечается снижение выявленных нарушений при труде и занятости. Это, я считаю, тоже как положительный, один из положительных факторов. Но к нарушениям относятся юридические моменты или что-то иное? Да, юридические моменты, то есть это в части и оформления трудовых отношений, и порядка касаемо, скажем так... И трудовая дисциплина, в том числе, чтобы не нарушались права трудоустраиваемых подростков. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть у нас несовершеннолетние, они принимаются на работу с согласием законных представителей, с согласием органов опеки, пропечительства. У них свой режим труда, то есть, соответственно, сокращенный рабочий день. Вот в этом плане мы отмечаем сокращенный труд. Ну и разумеется, только разрешенный труд, то есть это не должно быть вредное производство. Совершенно верно, да. То есть не вредное производство, не производство, которое может повлиять отрицательным образом на развитие несовершеннолетнего. То есть такие факты. Ну что же, Иван Николаевич, большое спасибо. Давайте напомним, когда начнется 22-го числа, это уже завтра, форум. И где он еще, и где, напомним, еще раз, где он пройдет. Форум состоится у нас 22-го числа с 11 до часу на площадке Департамента образования и молодежной политики. Большое спасибо. Мы желаем вам успехов и плодотворной работы на форуме. Спасибо. Спасибо и хорошего дня.